добрый день дорогие друзья вы снова на канале mzap и с вами я роман хочу вам сегодня поведать одну интересную историю придя утром на работу мы обнаружили вот этот чудесный автомобиль это у нас kia optima 2019 года выпуска с двигателем g4 nd и пробегом 69 тысяч километров какими-то там копейками наши внимательные зрители могут обратить внимание вернее они уже обратили внимание что здесь чего-то не хватает совершенно верно здесь не хватает некоторых частей от двигателя так вот владелец жаловался на то что у него мотор не заводится так давайте же разберем и посмотрим что же случилось и что явилось причиной этого дефекта напомню вам товарищи дорогие что это двигатель g4 nd мы его разобрали и нашли привет от корпорации kia а привет этот заключается в том что масляный насос редукционный клапан а к поломке привела к выходу из строя двигателя привела поломка вот этой вот пружины редукционного клапана видите она вот здесь стоит она сломалась в результате поломки этой пружины упало давление масла что привело к заклиниванию шатунных вкладышей всех четырех вот он четвертый шатун он прям будет приплавился третий шатун прям вкладыши здесь и находится 2 и 1 вот сами поршни с шатунами пробег напомню до 69000 и что мы здесь видим поршни у нас лежат вот так же как блок стоит то есть 4 до 1 2 3 4 на первом цилиндре поршни кстати неплохие вот какие-то рисочки появляются поршень хороший прекрасный замечательный обратите внимание 69000 восхитительный живое колечко все равно не какой-то ход маленького живое а то там конкретно не залегло но все равно если обратите внимание сейчас давай протрем цилиндры g4 nd у нас он с этими с фазовращателями на двух валах головка кстати на удивление осталась целая из-за низкого давления но повреждения мнения часто же вам покажем там царапки начинается уже на блоке но не критичные видно ну вот она на 1 то маленькие маленькие прям уж совсем нет то есть а с этой стороны 2 3 4 то есть 90 или 100 тысячам все равно бы клиент к нам приехал насос масляный под замену видите из-за масляного голодания все равно у него есть износ царапины видно да вот и как он гремит и голова проблем с ней нету здесь все целые задиров нету вот это мелочи все ровненько и блестяще с головами у них к счастью все хорошо так что в данном случае будет заменен масляный насос коленчатый вал шатуны с гильзовкой блока владелец будет определяться скажем чуть позже после того как составится полная калькуляция ремонта и владелец уже выберет пути решения этой проблемы вам попозже об этом расскажем вы могли ранее увидеть причиной всему явилась поломка вот этой вот пружины а теперь давайте-ка посмотрим с вами на что привело к чему привела поломка этой пружины да то есть последствия и что было заменено при этом и сейчас сразу хочу отметить потому что в комментариях будет много написано всяких негативных отзывов по поводу того что типа развели клиента на деньги нет во первых это ремонт коммерческого транспорта да потому что такси можно отнести именно к нему потому что машина используется для зарабатывания денег и ремонт нужно выполнять с первого раза максимально качественно что потом больше к нему не возвращаться и здесь экономия допустим да там 10 15 там тысяч рублей за какой-то там цепи либо там натяжителя может привести в дальнейшем поломку вместо того чтобы работать и зарабатывать деньги машина будет стоять в ремонте платить и запасные части которые вышли из строя по вине сэкономленной какой-то там копеечной детали но это у нас клапан сам в принципе он нормальный почему поменяли переднюю крышку и масляный насос потому что из-за поломки редукционного клапана машина мотор работал без давления соответственно здесь есть задиры на корпусе насоса вот они также на шестерне как на одной вот они так и на другой такие дефекты в данном случае могут оказаться критически потому что опять же повторюсь машина должна ездить и зарабатывать денег они стоят сервисе и ремонтироваться там каждый раз меняя какие-то там забытые там сэкономленные детали так видно да переходим следующим блок вы не гильзовали потому что те маленькие задирчики которые были на блоке они не приведут там каким-то большим поломкам с этими небольшими задирами машина может работать ездить еще достаточно большое количество времени но тем не менее вот натяжитель успокоитель мы заменили он видите сломан вот он был заменен также был заменен натяжитель потому что повторюсь машина работала мотор работал без масла с масляным углоданием поэтому мы его заменили цепи оставили старыми потому что они не изношены пробег не очень большой разумеется но здесь не все прокладки лежат на двигатель но у двигателя был заменен комплект прокладок полностью на этом мы тоже не экономим и меняем их всегда ну разумеется сальник задний сальник передний сальник он там в крышке стоит сейчас повернул чтобы быть достоверным вот он в новую кружку поставили соответственно новый сальник прокладка головки блока обязательно болты я уже как-то видео рассказывал что если болты тянутся по пределу текучести то они одноразовые повторно их затягивать нельзя почему по пределу как определить по пределу текучести потому что если болт затягивается последние разы на 90 градусов дотягивается да это и есть затяжка по пределу текучести потому что если вы в этот момент повесите на него динамометрический ключ то увидите что момент у вас увеличиваться не будет в то время когда вы будете тянуть делать доворотом на 90 или там 40 градусов зависимости сколько требуется и это есть как раз предел текучести болт поэтому вытягивается головка блока у нас также была отремонтирована мы всегда при ремонте двигателя ее ремонтируем а что в чем заключается ремонт мы меняем во первых маслосъемные колпачки неважно какой в данном случае пробег хоть и небольшой но все равно колпачки были меня также мы проверили гидро компенсации гидронатяжители вот этот нормальный я его продавить не могу а эти прожимаются видите соответственно этот вот эти которые у нас лежат горизонтально это прожимаются они будут стучать при работе заменили комплект разумеется заменили вкладыши это коренные шатунные мы все показать не сможем потому что они привалились к валу вот сам вал разумеется тоже был поставлен новый мы не точим его в ремонтный размер потому что используем при этом оригинальные запасные части потому что на них есть гарантия это вот один из шатунных вкладышей который отвалился ну естественно при таком износе вкладышей меняются и шатуны почему потому что у них разбивается вот эта нижняя головка шатуна там если поднять можно будет увидеть как задиры на нижней крышке шатуна повторно использовать нельзя для особо экономных конечно наверное можно но этого хватит ненадолго вы опять приедете в ремонт в сервис ремонтом двигатель поскольку блок не гильзовался то поршни мы не поменяли поршни остались родные поменяли только поршневые кольца ну комплект разумеется это у нас компрессионные верхний с не ошибаюсь или здесь все вместе валяются здесь все вместе валяются да но это маслосъемные колечки здесь они были живые не залегли ну это вот они наборные такие поставили новое а теперь давайте подведем итог по стоимости запасных частей и так стоимость составила 130 тысяч 800 рублей за запасные части включая масло и масляный фильтр маслом и при этом используем 520 потому что впереди у нас зима холодное время года и соответственно новые оригинальные запасные части были установлены хочу обратить ваше внимание вот это комплект колец вот эта фирма у ipr корейская и эта фирма ставит производит эти кольца для конвейера так что это очень хороший практически оригинал но только у не оригинальной коробки но мы в этих кольцах уверены по работам скажем когда заведем двигатель ну что ж мотор собран жидкости залиты уровни все проверены давайте заведем двигатель не послушаем как он у нас будет с вами работать прекрасно пойдем послушаем и так мотор у нас работает первый раз мы его не заводили потому что он был в заклиненном состоянии и соответственно мы провернуть его не смогли да и привезли машина без поддона как наши внимательные зрители могли как-то увидеть в первых кадрах послушаем опять же давайте подведем итог и скажем стоимость работ но напомню что автомобиль у нас такси коммерчески он должен ездить и зарабатывать денег по работам ремонт обошелся в 45 тысяч рублей 19 500 это снять дефектовка и сборка двигателя только имейте ввиду да что если вы уже приступили к разборке сборки и дефектовки то ремонт нужно доводить до конца иначе представляете как будет вам разобрали продефектовали а вы сказали нет дорого и дальше что мы делаем собираем как есть или все-таки действительно надо подготовиться к работам с тему ремонта вы понимаете и представляете поэтому если не дай бог у вас случилось нечто подобное то рассчитывайте на эту стоимость ремонта ну а мы владельцу пожелаем долгой эксплуатации и хорошей работы вы пишите комментарии ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал долгой эксплуатации Субтитры сделал DimaTorzok